Начинаем. Итак, сегодня, в последний день, июня 2022 года, сложного года в истории человечества, первого из сложных годов, хотя, наверное, третьего, потому что была аж пандемия у нас еще до этого, тоже сложные года. Но впереди будет круче. Все об этом говорят. Поэтому приветствую вас в такой переломный момент, в такое интересное время. Вижу, что в чате вы уже пишете. И жду, друзья, ваших вопросов. Но, наверное, как всегда, какую-то вводную надо дать. Давайте дам вводную. Значит, смотрите, по новостям пробегусь. Сегодня у нас последний день, когда бизнес ставится на платформу за 5000 рублей. И почему это сразу крутится на языке, тоже объясню. Потому что, в общем, мы перешли к такой точке развития нашего проекта, когда абсолютно всем стало понятно, что самое главное сейчас – это сделать упор на постановку торгово-сельственных предприятий на платформу. Почему? Потому что нам нужно сделать карту. Нашлай-кэшбэк удобный и приятный, просто неопровержимо удобный и выгодный простому человеку, лежащему на диване. То есть тому, кто не шевелится, никого не приглашает в проект, никаких ТСПшек не ставит, просто вот он взял карту, и вот ему очень удобно ей пользоваться. Значит, для того, чтобы так было, нам нужно то, что есть в нашем названии – лови кэшбэк. То есть, чтобы люди ловили кэшбэки. Значит, мы с вами знаем прекрасно, что транзакционный кэшбэк нам начисляет Акбарсбанк. Он начисляет не нам, как клиентам, а в сети. Соответственно, можно было бы что сделать? Взять и перенаправить этот поток нам, как клиентам, но тогда мы слились бы со всеми остальными банками, потому что то же самое делают такие известные монстры, как Альфа-банк, Сперва, ТБ, Тинькофф, Райфайзенбанк и так далее. Вот такие банки. Соответственно, мы бы полностью утратили все свои конкурентные преимущества, ну или не полностью, потому что у нас еще и кросс-продукты есть, и это был бы просто невыигрышный шаг. Для того, чтобы этот шаг был выигрышный, естественно, надо реализовать то, ради чего, собственно, кэшбэк, лови кэшбэк, и был придуман. То есть давать кэшбэков больше, чем дают простые банки, ну хотя бы раз в 5-10. Соответственно, 0,5% это 0,5%, а в 10 раз больше это 5%. Если такой средний кэшбэк мы будем платить, это уже будет в 10 раз больше, чем в других банках. Соответственно, наша карта будет в 10 раз интереснее, чем в других банках, неопровержимо интереснее. Для этого нам необходимо заключить прямые договора с поставщиками того самого кэшбэка. А что такое поставщики кэшбэка? Это поставщики товаров и услуг. То есть те самые люди, вернее, организации, в которых мы делаем покупки той самой картой, ну, картой точка, то есть любой картой банковской. Путь к этому лежит через непосредственно прямые контракты с такими поставщиками. А кто делает прямые карт-проекты с такими поставщиками? Мы с вами, друзья, сетевики. То есть те люди, которые работают, именно не лежа на диване, а работают, и не только пользуются картой, а распространяют эту идею. Привлекают людей, привлекают и тех, кто является торговыми сервисными предприятиями. И за это получают хорошую оплату. Связь плохая, наверное, только у вас. Марина, вот вы спрашиваете, да? Пожалуйста, поставьте тогда уж плюсики, да? Кому хорошо слышно? Кто сейчас слышит легкую хрипотцу в моем голосе? Извините. Хрипотца, надеюсь, прошла. Плюсиков пока в чате не вижу. Вот плюсики уже вижу, да, то есть звук отличный. Вот, друзья, давайте дальше разовьем эту мысль. Смотрите, значит, для того, чтобы нам... Ну, чуть-чуть пробегусь по ТСПшке, да? Для того, чтобы нам хорошо ТСПшки ставить на платформу, нам с вами в первую очередь, ну, во вторую очередь, естественно, с вами ТСПшкам, надо понимать, зачем им вставать на нашу платформу. И здесь много очень тем. Сейчас мы все-таки этому посвящать время сильно не будем, потому что это интересно только тем, кто хочет ставить на платформу ТСПшки. Здесь, наверное, не все такие. Но все-таки для общего понимания все должны понимать, ну, хоть что-то такое основное, чем ТСПшкам интересно быть у нас. Им у нас интересно быть, потому что они смогут с нашей помощью, с клиентами общаться. Очень простой пример. Вы зашли в парикмахерскую, подстриглись. Все. Вы вышли, вы заплатили деньги, а вас больше ничего не известно владельцу этой парикмахерской. Ну, почему? Ну, потому. Вы заплатили. Какой след остался от вас? Если вы банковской гардой заплатили, ну, тоже никаких следов. Ни телефона, ни какого-то средства связи, никакой обратности, ничего. Все. Вы, клиент, можно сказать, потерянный для этого предприятия. В данном случае для парикмахерской. Если же вы расплатились с нашей картой лови кэшбэк, абсолютно в полном, автономном, автоматическом режиме владелец предприятия остается с вами. Или вы остаетесь владелец предприятия. То есть вы попадаете в его базу, он сможет с вами общаться путем пуш-уведомлений. Вы, как потребитель, можете эти пуш-уведомления конкретно от него отключить. Хотя это пока у нас платформа не реализована. У нас пока можно отключить только, в принципе, уведомления от нашего приложения. Но приложение совершенствуется. Можно будет выбирать, от кого получаете уведомление, от кого нет. Но наше приложение особо сильно не спекулирует на этом. И часто вам уведомления не отправлять. То есть не надоедать. Но это так, в частности. То есть смысл в том, чтобы владельцы предприятий смогли общаться со своими клиентами, соответственно, оповещать их о своих новинках. Например, если та же самая парикмахерская, скажем, можно оповещать о том, что появились услуги педикюра, к примеру. Или о том, что парикмахерская переезжает в соседнее здание. Или вообще не в соседних, а куда-то далеко. То есть оставаться с клиентами на связи, это всегда важно. Что взять с клиента взамен? Вернее, что ему дать взамен? Взять с клиента, понятно, что дать взамен. Кэшбэк. Очень просто. Кэшбэк. Услащаем клиент кэшбэком. В ответ он нам, наоборот, дает возможность с ним связываться и давать ему какие-то предложения. Все. В принципе, это суть. Ну и плюс еще вишенка на торте за то, что предприятие предлагает человеку прямо там, у него, на месте, не отходя от кассы, скачивать наше приложение. Мы этому предприятию платим деньги. Ну и еще одна вишенка, вторая на тортик. То, что если человек этой карты транзачит везде, необязательно в его предприятии, то предприятие получает за это небольшую, но копеечку. 0,1% с каждой транзакции. Предприятие хорошо цифрует клиентов, то есть там гораздо легче подписывать людей им, чем нам с вами, потому что очень простая причина. Скачайте приложение, будете получать кэшбэк. Все. Ничего больше объяснять не надо. Приведи нам еще что-то. Все остальное объяснит приложение. А вот скачать сейчас в моменте гораздо проще с предприятием. Поэтому очень выгодно ставить предприятие на платформу. Эти предприятия становятся в сеть, так же, как и любой человек. Все их клиенты становятся к вам во второе поколение, к нему в первое. Таким образом, ваша сеть разрастается гораздо быстрее, чем это делается через обычных людей. Поэтому очень понятная схема бизнеса, очень надежная, ясная. Что еще скажу? У нас есть кросс-продукты, НПФ, сотовая связь. Что еще? Орсага была, исчезла, сейчас опять появится с другим, видимо, поставщиком. Не с ренессансом, как было, а с другим. Еще программа микрокредитования. В конце июня ее спланировали запустить, не запустили, значит, запустят на следующей неделе, по всей видимости. И другие кросс-продукты будут. У нас есть куча продуктовых компаний, которые дают кэшбэк в сеть, в том числе. То есть не только лично человеку, но и в сеть. Все это будет разрастаться, этого будет много и много на платформе. Поэтому мы с вами будем зарабатывать много с чего. Не только ТСПшки, но это будет крупнейшая. Такая сетевая компания, абсолютно официальная, легальная, неповторимая, которая не очень будет похожа на сетевую. То есть это сетевая компания нового типа, я бы так сказал. Поэтому здесь очень выгодно, очень круто. Не сразу, может быть, вы видите здесь доход, потому что здесь нет такого, что кто-то входит и сразу что-то платит. У нас запрещена такая история. Даже за лицензию мы с вами платим, не своими деньгами, а только теми, которые зарабатываем постепенно, ставят предприятие или просто получая транзакционные данные. Ну то есть вот как-то так. Поэтому, естественно, если нет на входе какой-то платы, то, естественно, вы не можете ожидать от этого бизнеса, что сразу здесь золотой ручей какой-то пойдется. Он пойдется, но сначала это будет ручеек, а потом ручей, а потом уже и поток. Партнер, бывший пользователь Акбарсбанк, не может пройти уприд. Техподдержка конкретно ничего ему не ответила. Как быть? Может быть, такие случаи. Были такие случаи, да, Алексей? Значит, что делать в этой ситуации? Писать техподдержку, разбираться с техподдержкой, потому что там есть правила банковские, которые нарушить никак нельзя. Они такие противные правила, я так позволю себе выразиться, в этой части, которую вы написали, потому что, если есть уже карта, то новую карту можно открыть спустя, вот нашу виртуальную, спустя 60 дней после закрытия предыдущей, или не совсем, но это не очень точно, потому что у каждого случая индивидуально, то есть через техподдержку это надо решать. Техподдержка выходит на банк, банк медленно отвечает, ситуация, как правило, тягомотно решается, но решается. И, по крайней мере, можно договориться с компанией, в индивидуальном порядке, если она видит, что вот такой случай, чтобы вы распространяли свою реферальную, во-первых, получили, во-вторых, распространяли свою реферальную ссылку, встроили команду, в общем, с помощью кураторов, с помощью наставников, и с помощью непосредственно техподдержка этот вопрос, Алексей, решайте. Он решаем. Ну вот, друзья, я дал какую-то вводную, Алексей даже успел какой-то вопрос задать, теперь вы можете тоже меня спрашивать, а я по мере того, что мне приходит в... чуть не сказал, в мою светлую, какая она светлая, темная, вот, в голову, буду вам дальше рассказывать какие-то такие полезности в моменте, актуальности. Так, смотрите, микрокредитные займы сказал, на следующей неделе, по идее, должны запуститься, теперь по сотовой связи. Сотовая связь, ведомость получена от оператора, значит, сейчас ее задержка с тем, чтобы мы увидели выплаты, почему? Потому что компания подключает это автоматизированно, то есть, чтобы как только ведомость получена, она автоматизирована, ну, у нас три оператора, да? Билайн, МТС, Мегафон, пока, по крайней мере, Телли-2 пока еще у нас нет. Вот, поэтому компания, естественно, не хочет вручную вводить все эти данные, поэтому она сейчас делает модуль, чтобы, получая, она увидела, как выглядят эти ведомости, с программистами, там, всех сотовых операторов, согласовывается, как будут приниматься эти данные, чтобы они автоматически проглатывались и автоматически выстреливали нам в сеть, то есть, чтобы мы сразу видели, кто у нас, в каком поколении купил съемку, чтобы личные кэшбэки сразу начислялись, начислялись вот эти 25% в сеть, которые тоже. Поэтому с сотовых операторов мы увидим с вами бонусы в компании, у себя в личном кабинете, ну, наверное, тоже на следующей неделе. сроков не обещают, это впервые, то есть, такая интеграция, поэтому, ну, потерпим. У нас компания еще молодая, поэтому есть какие-то вещи, которые делаются еще только впервые. Вот это одна из таких вещей, выплата за сотовых операторов. Я уверен, что как только мы получим личные кэшбэки за сотовых операторов и увидим вот эти вот выплаты 25% в сеть, мы все, ну, по крайней мере, я точно это сделаю, зафиксирую это в видео, видео, минут там на 5, на 7, скажем, да, соответственно, сделаем из этого кейс, как любит выражаться Ислам, и будем пулять этим видео по всем нашим друзьям-знакомым, соответственно, сотовая сеть полетит быстрее. А сейчас Нелли у нас подняла руку, я попрошу включить звук, включай, я уже нажал кнопочку, давай. Красиво у тебя иероглифы. Все, поняла, не ладно. У меня вопрос, как можно сеть, да? А как ты с меня подключаешь видео твоё видео, чтобы ты подключился? А оплачивать и жениться, как? А задай ещё раз, пожалуйста, вопрос, потому что как-то плохо было слышно. А значит, смотри, я видела видео, как ты подключался, куда-то, мегафон, по-моему, или бедерайз, включался. А что, как ты производишь? Как угодно. Если ты оплачиваешь, производишь карты Live Cashback, то тебе идёт традиционный кэшбэк. Ну, не тебе лично, да, а по сети. По сети. Я ничего не знаю. А, короче говоря, всё равно, какой ты карты оплачиваешь. Но если ты оплачиваешь Live Cashback, то тогда ещё и сеть получает 0,5% транзакционных. Ты получаешь 10% кэшбэка как нашей карты оплачивая, так и не нашей. Неважно, какой. Ежемесячно. Конечно. У каждого. У каждого. У каждого. У каждого. Да, ну, давай-ка только до конца отвечу. Значит, если ты оплачиваешь нашей карты, то, понятное дело, то тебе эта оплата идёт в зачёт. Объём всех, да? То есть, 5-10 тысяч, там, 20 всё это идёт в зачёт тебе. Ну, по маркетингу, который нужен. Да, есть следующий вопрос. МТС банк даёт кэшбэк, во-первых, по-разному. Где-то 10%, где-то 5%, где-то между ними, да? Больше 10% не начисляет МТС банк. Я не видел такого, да? Но в сеть он ничего не начисляет. 25% в сеть от МТС банка вы не получите. Вот это и основное отличие. Никто не начисляет в сеть. Нет там такого. То есть, только с нами у них договор с выплатой в сеть. Почему одноразовый? Каждый месяц мы платим, каждый месяц мы в сеть получаем 25% от суммы. Я не про лови кэшбэк, я про МТС. А, у них да, у них да. А что это она идёт, кто там на сайте? Да, Нэм, на всякий случай, имей в виду, тебя плохо слышно. Вот когда ты поближе говоришь, как получше уже слышно? Поближе сейчас. Я проще делаю. Я иду вообще не рассчитывая на то, что я буду вести какие-то переговоры. Я просто собираю телефоны сотрудников, телефоны лиц, принимающих решения. Потому что, объясняю, смотри, как правило, их нет на месте. лицепринимающих решения. Ни администраторов, никого там, как правило. Если они есть, то они заняты своим делами. И как бы вклиниться к ним, и туда-сюда, ну, неинтересно. Поэтому, я не люблю вообще навязываться. Я люблю, наоборот, отталкивать, чтобы это им нужно было, чтобы они меня спросили, ой, а что там у нас такое за предложение? Поэтому, что я делаю? Я выхожу на улицу, прохожусь по ТСП и говорю сотрудникам, или на кассе, или, ну, кто там отвечает. Вот недавно я там вчера, например, был в Мамино, называется такой ресторан, в Сочи здесь у нас. Вот. Я подхожу, говорю, кто тут у вас может, ну, с кем у вас поговорить по системе лояльности клиентов, которая вам будет полезна. Ой, в Гласе, Маша, Катя, ну, кто-то там подходит. И я говорю, вы директор, администратор. Я администратор. Я говорю, хорошо, куда мне вам отправить информацию о нашей системе лояльности, которая разработана и реализуется в рамках федеральной программы о поддержке малого и среднего бизнеса. Вот эту фразу я обязательно говорю. То есть солидности приду. Она, как только слышит эту фразу, с удовольствием дает телефон, и я по этому телефону в WhatsApp отправляю тексты. А тексты какие есть, если снаешься спросить? Ну, тексты есть у меня на сайте, не буду для всех говорить. В общем, тексты есть, заготовленные. Сейчас... Нет, те, которые с видео, видео, да. И видео это я тоже отправляю. Ну, правда, не сразу, как только человек сказал, что да, что-то там такое. Давайте подробнее. То я отправляю тогда и видео. Я допустила ошибку, я посылала. И вот это я бы не сказал, что ошибка, потому что это обычный метод проб и ошибок. И потом одному так подойдет, другому всяк, нет общего шаблона. Я имею в виду не то, что тебе, я имею в виду предпринимателю. То есть кому-то нравится сразу, что ты видео отправил, кому-то не нравится. Понятно. А в любом случае, я вот сегодня ходила, дошла в магазин, а так же заполняю. Ну, короче, в очередной бумагу. Вот, милая девушка, вы стала, вы говорите, что хотите, я ей сказала, что хочу, что там, что-то просто заставила, что это было все равно, потому что в любом случае к вам придут с картой и вы должны найти информацию. А сейчас пойду, я ее спрошу. Она потом вас спросила, минут пять была, нет, ему не надо. Он так вышел, и вышел. Я ей заставала все равно. Давай телефон свой. Потому что, я говорю, вы можете в этот раз посмотреть. Я вам даю телефон, вы мне позвоните, если вы заинтересуетесь. Я не навязывалась тоже. В магазине продуктового, в магазине, в магазине, в магазине, короче говоря, я рассказала, показала, что она просто и все. Ну, вот так. Хотя я им очень сложно разговаривать. Поэтому я предпочитаю вот в эту сложную стезю вообще не вставать, на эту сложную стезю не вставать, а просто отправлять им письма. Просто текст должен хватать. То есть он должен быть такой грамотный, хватающий. У каждого, тебе я раскрою секрет, тексты свои. Те, которым я пользуюсь, я вот их даю, но я не могу похвастаться, что они сильно хватают. Вот. Поэтому я еще их оттачиваю, я на своем сайте их все время меняю, то есть как только вижу, что можно что-то лучше сказать, или как-то по-другому преподнести. Мне хватается за этот текст, ну, наверное, каждый пятый предприниматель. Как-то так получается. Но кто хватается, с тем мы уже делаем диалог, я там видео отправляю им, уже тогда назначаю встречу. Ну, у меня много сегодня всяких вот целых визитов мне надавали. Ну, один день садишься, вот, допустим, если я каждый день хожу, мне этих визитов полно, уже шутка. День сесть, я взваниваю, да? Это из моей практики, потому что я лично, если мне звонят с незнакомого номера, я просто трубку не беру. И то же самое, если ты, знаешь, как говорят, делай со мной так, как хочешь, чтобы делали, делай с другими так, как хочешь делали с тобой, да? Вот поэтому, если ты сама трубку не берешь, почему они должны брать? Они, конечно, будут брать. Поэтому лучше WhatsApp. Но WhatsApp, сразу скажу, так устроен, что если ты отправляешь ссылку, она не кликабельна. Только если он добавит тебя или ответит, вот если он тебе ответит, вот тогда она становится кликабельна. Поэтому бесполезно отправлять какие-либо ссылки. Только текст. Я поняла. Спасибо большое. Вот если QR-код, да? Стоит от посему ТСВ. А в телефоне должна быть программа, она почитается как QR-код, правильно? QR-код? Конечно. Но эта программа очень простая. Это обычные фото. Но у некоторых телефонов она состоит, а она не должна скачать. Ты знаешь, сейчас делают такие телефоны, что, ну и даже не в последних версиях, а в версиях там в двухгодичной давности, она стоит встроенная, просто надо ее включить. То есть, это в телефоне, это в фотоаппарате, в настройках фотоаппарата, и там есть такой флажок, там передвинуть его надо, считывать QR-код. То есть, если у какого-то клиента это не читается, да, надо, значит, установить. Но сейчас, сейчас так много QR-кодов везде, что как бы себя не уважать, не иметь такой программы. Поэтому, если вдруг с этим сталкивается кто-то на кассе, да, ну, кассир тут не поможет, потому что у него очередь, ему некогда. Вот. Человек, ну, это отсев. То есть, если человек не знает, как QR-код скачать, ну, до свидоса тогда. Всех подряд не получится. Да. А если у нас решат тем, что у них нету терминалов, больше не отчаянных, они предпочитают, что по телефону перевели деньги. Нет, это не наши клиенты. Просто наши клиенты все. Если они не понимают, что они теряют трафик, то, что у них нету терминалов, то переубеждать их там. Ну, им можно предложить другой продукт, терминал. То есть, расчет кассовое обслуживание. Это у нас тоже есть как продукт, просто банки. Ну, да, в смысле, я вот уж то, что разрабатываю. Да, ну, в общем, у меня вот тут есть тоже одна там женщина, ну, в том смысле, что она стоит за прилавком, она же владелец, но у нее палатка, но у нее много товаров. Вот. Я такой, я там, ну, там есть что покупать, все время прихожу, говорю, что так перевод? Она, перевод. Или наличные. Значит, так неудобно. Чего вы не поставите себе аппарат? Это пока мне не выгодно. Я говорю, ну, как не выгодно? 2% всего это дело стоит. Ну, что вы? Зато вы клиентов теряете. Вот вы меня теряете, я предпочитаю к вам не ходить, потому что наличные, связанные с наличными, переводы, все это неудобно. Так бы я приложил, и все. Тем более, там у меня кэшбэки начисляются. Вот. Ну, пока не выгодно. Ну, не буду я ее кнуть. Чего мне? Вот когда созреть, тогда созреть. И мне каждый раз, главное, прийти и капнуть ей на мозг. Прийти, я захожу такой, смотрю, вкусные булочки, и такой, а, у вас переводом только, и ухожу. Спасибо за вопросы, Нель. Вопрос хороший. Актуальные такие, злободенные. Ой, я вижу, Юля, профессионал к нам пришел такой. Вот. И знакомых лиц вижу? Надя, вижу. О, классно. Кто еще из знакомых? Эльвира? А камеры, вон Юля тоже, камеры же не включены. Поэтому и не узнаешь никого. Галя, привет. Единственная, кто включила камеру после Нелли. Да, вы не стесняйтесь, ребята, прям камеру включайте. Значит, запись будет, не могу больше, нужно отключиться, дослушать хочется. Сейчас мы записи не делаем. К сожалению. Галь, тебе, если ты хочешь дать слово, я тебе дам. А то ты говоришь, а я не слышу. Да, можешь нажимать, кнопочку. Вот еще одна Галина подсоединилась. Да, слышим теперь. Алексей, добрый вечер. Всем, да. Вот насчет записей. Вы знаете, вот у нас, допустим, сейчас 11 час. Знаю, знаю. у меня есть лайфхак. У меня тут есть лайфхак. Подпишитесь на мой YouTube-канал и все. И по умолчанию вы будете получать все новости там. Понятно. Сам реклама. очень много. Люди не всегда идут читать все новостные чаты. Я с вами согласен. Я, например, сам вот лично вживую очень редко когда захожу, потому что все время чем-то занят. или дети на банального или какое-то другое там дело свалилось на голову или просто я иногда с клиентами работаю с ТСП-шкой стою, мне некогда зайти или еще что. Поэтому одна из причин почему мы убрали лови кофе и брифинги каждый день, потому что люди просто терялись, тонули в них очень много информации. Поэтому мы сейчас делали компактно. Пока один день недели лови кофе и один день недели брифинги, с июля может быть мы начнем по 2-3 раза в неделю. Скажем, 3 дня в неделю кофе, 2 дня брифинга. Чтобы каждый день было, но в разное время. Вернемся к более частой истории. Для чего? Для того, чтобы те, кто даже если записи нет, чтобы локти не кусали, придешь ты на следующий брифинг, который будет не через неделю, а на следующий день и через день. Как-то так. Ребят, кому нужна запись, поставьте восклицательный знак, пожалуйста, 1 или 2 или 5. Чем больше нужности, тем больше восклицательных знаков в чат. Да, оставьте, не стесняйтесь. А я просил восклицательные знаки, а не плюсы. Ладно, плюсы зачтены. Хорошо, окей. Так, Галина, вижу еще, у которой включен микрофон. А, Юль, тебе тоже включить? Кому включить? Руку поднимите. Можно просто так. Я скажу, не знаю, поддержат. Меня не поддержат, очень жалко, что заканчиваются пятьтысячные в ходе месяцев. То есть, пока мы проходили обучение, пока не калюки, мы живем в сельском месте. Очень много мелких бизнесов, которых доходов очень мало. Люди с удовольствием сшли. Сейчас вот только говоришь не переживай насчет этого. Почему? Потому что, смотри, большие города не должны страдать от маленьких, а маленькие от больших. Мы, может быть, придумаем какой-нибудь кейс для палаток, вот такой тоже за пять тысяч с ограниченными какими-то там правами, ну, потому что им не надо много функций, какие-нибудь функции урежем, и что-нибудь такое за пять тысяч, чтобы ТСПшки маленькие тоже могли подключаться. маленький поток, очень маленький. Но я буду лоббировать эту историю, я тоже уже Исламу сказал, что это надо такое сделать, вот так что... Я сейчас нормально с детьми своими разговаривала, у них подключил один дедчик, пока они подключил никакая тема. Мама, можно еще вызвать дирекцию, чтобы он уже подключил? Не, не, еще можно. Вот сейчас, если отправить деньги, они завтра придут, они за пять тысяч пролезут, успеют. Ну, там, нет, есть, я как-то двенок везде не попасть в терминал. Ну, тогда ладно, да. Или надо ждать, когда пять тысяч снова вернется, но в каком-то другом виде, да, вот, или, ну, заходить за двадцать. А десять тысяч ты получишь обратно, вот им отдашь. А это же твои дети. Тоже лайфхак. Окей. Ну, кстати, вот почему двадцать сделали, да, потому что те, кто уже ставят ТСПшки на платформу, да, их просто опросили всех и сказали, если мы повысим цену, что? Они скажут, да только за вообще, потому что за пять продать то же самое, что, вернее, за двадцать продать то же самое, что за пять. Вообще за пять продавать это как-то влом. Вот столько возиться, ходить там, договариваться, получить только за это четыре тысячи из пяти, как бы, ну, и в сеть тоже вычисляется всего лишь пять, пятьсот рублей. Тоже очень мало, как бы, да, нам деньгами, нам надо зарабатывать здесь, понимаете, поэтому, вот товар стоит двадцать тысяч, ну, сам товар вот стоит, эти усилия, двадцать тысяч, поэтому провели опрос и поняли, что продавать он будет легко. Посмотрим. Вот завтра начнем, продавать за двадцать тысяч, посмотрим, как все пойдет. Юля, ты следующая, да, давай, ты уже готова, я знаю. Я вас всех приветствую, друзья, всем отличного настроения, рады видеть Алексея. Мы были в одной команде в марафоне, да, я был капитаном. Да, очень случайно, не хватает вот этой свежухи командной, общей, думаю, может быть, все-таки это возобновить как-то, потому что у нас команда набирается, и хочется все-таки вводить на такие вот масштабные наши встречи, которые проводятся, ну, как проводилось раньше. У меня сегодня ступор пошел какой-то, вот разъясните немножко очевидный ответ, может быть, вот эти федеральные сети, которые стоят у нас в виде уже партнеров, это типа «Арина», «Зэнда», вот эти крупные магазины, у нас, получается, покупки возраст личного кэшбэка идет только, если они заходят и покупают на сайте. Правильно? То есть мы просто заходим в магазин, и личный кэшбэк из этих покупок не получают. Да, Юля, смотри, например, у нас стоит Ашан, то есть если мы заходим в Ашан, а их же много там по России, там 300, я не знаю сколько, да, вот, и оплачиваем, назначим на карте, мы кэшбэк не получим. Подсказка. Смотри, если ты видишь Ашан на платформе или Зарина, как ты говоришь, да, ты просто кликни на эту карточку, и там прямо будет написано, что надо сделать, чтобы получить кэшбэк. И там прямо указано, что это там только на магазин распространяется, ну, онлайн, я имею в виду, да. Я не берусь сказать, что везде только онлайн. Кто знает, может быть, есть какие-то физические магазины, но я пока таких не встречал. И еще, смотри, когда мы подключим, сейчас у нас подключается около 30 новых там сетей, там лента, перекресток, вот эти все, ну, Ислам обещает, что они в августе, я точно скажу, я настроен на сентябрь, потому что это все технически надо реализовать, договора со всеми заключить, это сложный процесс. Вот, соответственно, если, вот сейчас у нас есть, например, в прок, по-моему, если не ошибаюсь на платформе, вот, он поставляется нам через этого, ну, посредника, адмитат, есть такая платформа, вот, соответственно, с ним как-то надо будет решить с этим адмитатором, чтобы те приложения, которые мы напрямую, чтобы они убирались из этого адмитатора, чтобы у нас там глаза не избегали в приложении, да, чтобы не было двух карточек одного и того же клиента, и так далее. Вот, чтобы все это соседствовало правильно. Значит, те, которые у нас есть сейчас на сайте, но не прямые договора, вот через этого адмитата, во-первых, они сейчас никак не подсвечиваются, то есть вы не определите, там, партнер поставил на платформу магазин, или это через адмитат, то есть определить, нет там такого признака, значит, они будут подсвечены, то есть вы будете видеть, кто через посредника, кто нет, вот, и кто через посредника, там кэшбэк начисляется в течение обычно двух-трех месяцев, то есть вы уже забыли, что вы покупку сделали, а кэшбэк тогда прилетает, а иногда бывали случаи, что я не прилетал вообще, то есть работает криво, и криво в том числе потому, что там надо соблюсти правила, чтобы получить кэшбэк, то есть именно из приложения, зайти на их сайт, оплатить именно карты, не все делают эти все движения, кто-то вообще не из приложения, а просто на сайт заходит, оплачивает карты и думает, что кэшбэк будет. то есть надо четко делать именно так, как написано в карточке. Поэтому пока это временное решение, оно будет убрано, как только, я думаю, будут прямые предложения. А может быть, оно там останется, но будет подсвечено, что это типа вот... Так себе. Все, спасибо. Пожалуйста. Надя, значит, нажимаю тебе, тебе нажимаю. Нажимай. Да, слушай. Привет. Меня зовут. Алексей, мне хотелось бы вот по поводу постановки ТСП, какой-то иметь алгоритм для всех единых. То есть от чего начинать, что, чем и заканчивать. И плюс еще сопровождение с видео. Особенно, когда там терминал ставить, это вроде бы сначала все понимаешь, а когда проходит время, опять забываешь, что правильно. Ну, и вот с этой техникой особенно, как работать. Хорошо, смотри. Я сейчас вкратце скажу, как я работаю. Я не могу сказать, что вот так правильно, да? Потому что если бы я был там как Аслан или там как Павел, который у нас сейчас рекордсмены, каждый поставил больше 10 бизнесов уже, да, на платформу. Я не скажу, что я там этим плотно занимаюсь, и поэтому у меня есть большой опыт. Поэтому я просто скажу, как я делаю. Оно работает, потому что я, по крайней мере, выхожу на переговоры с бизнесом. Но, опять же, я еще ни одного бизнеса не поставил на платформу. Вот я лично, да? То есть я еще очень мало провел переговоров. У меня там всего лишь 20 кабинетов, я примерно где-то создал, да? И переговоры у меня состоялись только с двумя из них. То есть это вообще никакая не статистика. Ну, по крайней мере, там, как повести к переговорам, причем все эти переговоры согласились, то есть все нормально, только там у них какие-то задержки там, они в следующем месте, ничего, что, сейчас они уже до 20 тысяч будут ставиться, что мне, конечно, на руку. Но пока я физически еще ни одного бизнеса не поставил. Значит, как это все делается? Смотри. Технический. Значит, сначала надо стать стажером. То есть надо нажать кнопку «Стажер». Стажер может быть только тот, кто имеет реферальную ссылку. Значит, для этого надо на 5 тысяч купить и пройти апгрейд карты. Вот. Если ты это все сделал, нажал кнопочку «Стажер», все. Вот теперь ты заходишь на другой сайт. Я не помню, как он там звучит. «Lowikashback.ru», а перед этим какой-то еще слухан. Ну, в общем, во всех материалах он указан, этот сайт. По-моему, сейчас у нас и в личном кабинете появился. То есть на него ссылка. Это другой сайт. Это называется сайт «Кабинет лицензиата». То есть надо зайти в него. Там надо нажать кнопочку «Добавить новое предприятие». И чтобы его добавить, нужно сначала у этого предприятия что-то купить через карту «Lowikashback». Можно даже что-то купить дорогое, скажем, за 10 тысяч рублей. На карте баланс скажем, 1 тысяча, а купить что-нибудь за 10 тысяч. Будет отказ. Но при этом отказ мы увидим внутри приложения. В чек будет такой. С надписью «Отказ». И в этой надписью «Отказ» будет ID терминала и merchant name. «Простите за ругательство». Там так это называется. За отказ тоже не берусь сказать, но, по-моему, я где-то видел, у меня был отказ. Что-то я не помню, что-то отказало. И мне высветило merchant name и ID терминал. Я к чему говорю? Потому что необязательно везде тратить деньги, чтобы поставить. Не обязательно у него что-то покупать, чтобы его поставить. Нужно сделать отказ. Купить что-то дорогое, заведомо зная, что деньги не потратишь. Значит, оттуда из нашего приложения берешь merchant name и этот ID терминала, указываешь их в личном кабинете лицензиата, нажимаешь кнопку «Подтвердить» и выскакивает такая карточка этого предприятия, где указана ссылка на сайт, логин и пароль, который надо переслать предприятию. Там директор, управляющий, кто будет этим заниматься. Можно и самому зайти. Зашел, ну, например, переговоры с предприятием. Заходишь по этой ссылке с этим логином и паролем и на переговорах прям ему лично его кабинет показываешь. В этом кабинете уже высвечиваются все те, кто покупал через этот терминал по нашей карте логикэшбэка. Чаще всего это на «ты». Но иногда бывает, что там уже кто-то побывал до тебя и купил кто-то с карты логикэшбэка. Чем больше мы работаем, тем чаще бывают такие случаи, когда уже кто-то до тебя там делал эти покупки. Конечно, если этих покупок больше, чем одна, то есть чем ты, который только что сделал покупку, ну, это как-то нагляднее. Человек видит, директор видит, что вот, три человека уже покупали, а вообще никто не предлагал, никакой системы еще не было. Вот. Ну, дальше, по идее, ты заканчиваешь переговоры положительно. Значит, соответственно, у владельца предприятия есть логин и пароль, он заходит сам туда, он заполняет там свои реквизиты, он туда кладет логотип, фон логотипа, выбирает все это дело, формирует там счет, потому что он там указывает реквизиты и там автоматически формируется счет, нажимает кнопку распечатать счет и по этому счету производит оплату. Как только он производит оплату, сейчас это, ну, с завтрашнего дня 20 тысяч плюс 5 тысяч на кэшбэк, на этот счет кэшбэк отдельный, там должно быть всегда от 1 до 5 тысяч рублей. Как только эта оплата произведена, все, офис подтверждает, что оплата поступила. Смотри, заполнять все эти графы можно после того, как оплата осуществлена, а можно до того, как оплата осуществлена. Если до заполнено, значит кабинет уже готов. Надо нажать кнопочку на модерацию и после того, как проходит оплата, модерируется этот кабинет и появляется он в нашем приложении. Потом начинается основная работа. То есть сейчас это была только подготовка. Основная работа заключается в том, чтобы научить тех, кто сидит на кассе, оцифровывать клиента. Научить легко, но это просто надо, как это называется, показать вживую. Желательно тебе, как лицензиату, прийти, согласовав, естественно, с владельцем и просто сотруднику показать, как делается. А делается это легко. Как легко? Да очень просто. Клиент стоит на кассе и ему говорится, вы будете оплачивать наличными, карты или лови кэшбэк. Или вам с кэшбэком или без. То есть какие-то простые фразы. Если человек говорит, ну кэшбэк, да, что такое интересно, то на кассе человек просто показывает, ну сотрудник, на какую-то стоечку и говорит, вот QR-код, считайте, скачайте приложение, вы там дальше все поймете. А пока не мешайте мне обслуживать, следующий. Ну это я утрированно говорю. Вот. Человек сам все скачивает, понимает, если у кассира есть время, то он ему помогает. Если нет времени, то приложение будет совершенствоваться так, чтобы все там было максимально автоматически. Например, когда мы сейчас проходили апгрейд, нам надо заполнять паспортные данные и все такое, а на следующей неделе или на следующей или еще через одну появится возможность просто нажать на кнопку пройти апгрейд через госуслуги. Если у человека одновременно стоит приложение госуслуг на телефоне, то это там происходит моментально. Никаких паспортных данных не надо, ничего не надо, просто через госуслуги сразу проходится апгрейд. Все. Вот. И чем больше мы будем работать с приложением, тем больше будет все автоматизировано. Почему? Потому что компания понимает прекрасно, что на кассе очередь, некогда вообще что-то объяснять кому-то, поэтому все должно быть максимально просто и понятно. Поэтому вот такие у нас движения, вот такая у нас технология. Дать слово еще раз, Надя? Даю. Значит, у меня еще вопрос один по поводу того, значит, сейчас у нас повысило 20 тысяч за ТСП. Да. Как быть, если один бренд, несколько ИП, несколько точек, в принципе, но в каждой точке, видимо, свой хозяин. Значит, для каждого хозяина по 20 тысяч плюс 5 тысяч на ТСП. Правильно? Нет. Если это под одним брендом идет, это значит один кейс, как это опять же любят называть Ислам, Ислам, да? Значит, за каждую новую точку, пусть даже там другие юридические лица, это не важно, 5 тысяч. Плюс 5 тысяч на кэшбэль. Если бренд один, то с каждой точки 5 тысяч. С основной бренда 20 тысяч плюс 5, а с каждой точки 5 плюс 5. На кэшбэк? Да. 5 на кэшбэк и 5 на за саму план. С каждой точки, давай еще раз повторим, с каждой точки 5 плюс 5. То есть 10 тысяч. Ну это по сегодняшнему, а по завтрашнему? Не, 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 по завтрашнему. Это я про завтрашнему. По сегодняшнему бесплатно все филиалы. А завтра будет 20 тысяч с бренда плюс 5 тысяч за каждый филиал. Ну плюс. Это будет на кэшбэк? 5 плюс 5. 5 оплата за каждую точку и еще 5 за кэшбэк. А, ну все. То есть 5 это будет как бы запрограммирование, да, это очень, как это назвать? Да. 5 раз кэшбэк. То есть по 10 тысяч с каждой точки тогда уже. И продолжаем. Так как с каждой точки по 5, ты как лицензиат получаешь 2 и тысячу получает сеть. Вот такая история. Я хотел бы, Алексей, чтобы был какой-то алгоритм, чтобы было понятно, чтобы вот это было без постановления. спрашивать. Надь, значит, смотри, с 1 июля, ну опять же, может не с 1, может с 3, да, с понедельника, нам обещает им автоматизированное какое-то обучение, где вот все эти шаги, они будут прописаны ну по-русски. Потому что сейчас там в чате лови кэшбэк или до этого очень много всяких разных вебинаров, и там черт ногу стомит, не поймешь, где что брать. Вот я тебе об этом говорю, что Эмиль нам обещает, что вот в начале июня, уже июля, уже будет автоматизированное обучение, где все очень четко по шагам расписано, что, как и где. Опять же, у меня на сайте посвящен мой кэшбэк есть отдельный раздел ПТСП, где все по полочкам разложено. Но это будет уже скоро на корпоративном уровне, что обещать надо. Эмиль. Хорошо. Спасибо большое за все. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания, Надя. Так, мы с вами вместе 45 пока минут, поэтому у нас с вами еще есть время до часа. Час – это как предел потолок, да? Поэтому я готов отвечать вам дальше на вопросы, ребят, на все. Если вы, конечно, будете спрашивать. Кому поднять руку, в смысле, кто хочет сказать, поднимайте руку или на камеру, или поднимайте руку тут вот, есть такое, да, как статус. Так, попробуй поднять. Ой, только что выключил, прости. Давай еще разок. Знаете, хочу поделиться вот этим приложением переделся кэшбэк, да? Да. Что кэшбэк приходит через 10 минут. Какой тайм? Ну, подожди, это ты говоришь про приложение кэшбэк впрок не через нашу карту, да, ты имеешь в виду? Через вашу карту обязательно. Через нашу карту? Приложение, которое… Ты в него переходишь через наш приложение, да? Да. А какой там кэшбэк процент? Знаете, как я так посчитала, что на одну тысячу 23 с копейками. 5,6 там. Ага. Хороший кэшбэк. Да, нормально. Через 10 минут поступает, Кай. Ну, даже, наверное, быстрее, потому что, вот, ну, даже, наверное, и 10 минут-то не прошло. Сразу отобразилась покупка и сразу кэшбэк. Круто. Я магазином вот перекресток впрок, да, пользовался в Москве, когда мы были, а здесь, в Сочи, мы покупаем так, не пользуемся. Единственное, что, это нужно знать, что, когда ты заходишь через приложение и заказываешь продукты, никогда нельзя переходить в приложение впрок. Они там сразу предлагают перейти через приложение. Нужно переходить через Google. Они опять предлагают зайти через перекресток. Если вы заходите через перекресток, то вы уже кэшбэк не получаете. То есть, надо зайти через телефон в нашем приложении и кликнуть их карточку, да? Да. Когда они тебе предлагают зайти через их приложение, просто игнорировать и убирать. А, то есть, надо переходить на сайт, получается, а не через приложение. Да, да, да. И вы, когда переходите на сайт, вы кэшбэк не получите. Подожди. Когда на сайт не получим, а надо через приложение, или ты только что наоборот говоришь? Смотрите, вы заходите в приложение через Google, там выбираете, через Google зайти, или через чего там, да, и вам сразу выкидывают, зайдите через наше приложение. Если вы через их приложение заходите, то они уже кэшбэк не платят. То есть, надо оставаться в Google? Да. В браузере. То есть, нужно скидывать вот это их предложение, чтобы зайти через их сайт. Все понятно. То есть, надо оставаться на онлайн-сайте в их этом магазине. Да. Да. Да, лайфхак хороший. Если вы накидали в корзину, и вам кто-то позвонил, или вы перешли на какое-то приложение, то лучше выйдите, по новой зайдите и оформите заказ. Если вас прервали, и вы оформляете заказ, тоже можете не получить кэшбэк. Да, потому что это автоматика, и здесь никто вручную ничего перепроверять не будет. надо, чтобы она работала. Окей. Спасибо, Галь. Спасибо. Так, Константин, давай. Привет. Я другое перейду. Всем доброго здоровья. Алло, меня слышно? Да, еще как слышно. Ого. Я тоже по этому поводу. Я не знаю, там вот технические возможности, может, там ребята рассмотрят как-то, чтобы мы прямо попадали на эти магазины, ну, там, Мегамаркет, вот это все. У меня тоже так было, но я обращался потом в техподдержку, они просят прислать чеки, то есть, что покупка совершена у партнера, и это все восстанавливается. Лучше, чтобы было автоматически. Но видишь, скорее всего, вот как Галина говорит, то есть, надо отказываться от пользования приложениями, оставаться на сайте. Ну да, это со временем будет, потому что все двигается, ребята все делают, все возможное, чтобы это все было. А в принципе, это карта, ну вообще, говорю, как лопата, что там думать, о чем говорить. Я вчера просто, ну так, ради интереса, не то что ради интереса, дошло время, набираю, в общем, заявление, НПФ, вот это все. Смотрю, деньги прилетели, они не поймут, куда, ну там, я, у меня за стажировку пошли, но кому-то, если ты не стажер, извините, две-три тысячи, там четыре тысячи, у кого сколько там, трудодней на детей хозяина отработано, то денежки-то придут, это в радость, как говорится, детям конфет купить. Да, ты имеешь в виду, что ты оформил НПФ? Все, рады всех видеть, все, доброго здоровья. Константин, по-другому для всех, да, он оформил НПФ, и ему сразу там, с негосударственной части пенсии упало, но еще пока не утверждено, потому что надо там в пенсионный фонд сходить, все до конца оформить, вот сразу там пару-тройку тысяч и ему прилетело, вот, что, плохо что ли? Здорово. Деньги из воздуха, что называется, наш продукт НПФ, в личном кабинете он есть. Марина, теперь тебе включаю. Здравствуйте. Привет. У меня такой вопрос, я уже недавно начала учиться, вы правы, информации очень-очень много, мне тут подводит мой профессионизм, мне надо все досконально смотреть, все видео по порядку, вот, у меня такой вопрос, я когда закрепляю, так сказать, организацию за собой, да, в кабинете стажера, у меня высвечиваются дни, это что означает? Ты за собой можешь закрепить организацию только на 30 дней, суть какая, смотри, а вдруг ты, ну, плохо переговоры ведешь, или вообще забыла, там, кабинет создала, и все, и даже не обратилась, вот, тебе дается 30 дней, чтобы поставить предприятие на платформу, да, вот, если ты не успеваешь, но ты работаешь с этим предприятием, ты просто пишешь всех поддержку, они тебе продляют еще на месяц, вот, и ты можешь писать так бесконечно, сколько хочешь, хотя, может быть, есть какое-то ограничение, но, вряд ли, вот, пока не переговоры доведешь до конца, вот, если этот срок прошел, они переходят в статус свободный, и там уже закрепить за собой его, да, если ты доведешь до конца, только через поддержку с какими-то сложностями, вот, как-то так, то есть, проще говоря, есть определенный срок, да, с момента, когда ты создала кабинет, до момента, когда надо успеть его поставить на ТСП, поэтому просто так кабинет создавать не надо, вот, если есть заинтересованность, если переговоры, там, на какой-то стадии, где уже надо создать кабинет, вот, тогда его и надо создавать, я тоже сначала такую ошибку делал, я, как бы, понял, ну, еще там, сколько-то месяца, два-полтора назад, что, оказывается, кабинеты делать легко, взял с чека информацию, сбил, и все, и я там начал создавать, там, все палатки, куда я хожу, здесь в Сочи, ну, здесь такое, палаточное у нас место, как палатки стоят, на горе, на Бутхе, вот, и насыздала, так насыздала, потом они как начали сгорать, сгорать, вот так вот, окей, спасибо тоже, за вопрос, ребят, закругляемся, если срочно, кому-то, чего-то, еще какой-то вопрос есть, поднимайте руку, так или иначе, так, нас с вами 37 человек, вебинарной комнате, начинали мы с, по-моему, 20, так, ну, тогда, под конец, что ли, включим камеры, все друг друга руками помашем, ну, чтобы как-то повеселее было, да, не сняйтесь, друзья, чтобы я видел, кто на кухне, кто что-то жует, кто-то может на пляже, кто-то под пальмой, кто-то наоборот, вон, в ночи, например, Лариса, да, ну, какая погода, настроение, показывайтесь, очень приятно видеть ваши лица, да, 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 я сейчас, знаете, тоже сделаю вот такую хитрость, я вот фон изменю, видите, чтобы вы видели, что вот такая у меня комната, ну, хоть распыльчатая, но тем не менее, вот, приятно, друзья, вас видеть, все, спасибо вам большое, вот, вот еще камера, отлично, 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 все, ну, что, скриншот, что ли, снять, да, снимем скриншот, пожалуйста, вот, и Михаил появился, отлично, здорово, ну, что же, все, друзья, прощаемся с вами, теперь в июле уже увидимся, там расписание у нас с вами, будет немножко подкорректированное, будем чаще, может быть, с вами видеться, все, очень было приятно с вами провести время, ответить на ваши насущные вопросы, сообщить новости, и до встречи, до свидания.